Почти 4 месяца прошло с последнего ролика. Изменилось ли на ютубе хоть что-то за это время? Впрочем, ничего нового. Все 4 месяца я выбирал самых отборных мразей. Я прочел более десятка тысяч комментариев. Я выбирал только избранных. Короче, меня ломало снимать этот выпуск. Еще на втором выпуске этого шоу. И я понял, что оно абсолютно не нужно. Дебилы как были дебилами, так ими остаются. А лезть в этот свинарник, чтобы люди поржали... У меня для этого есть чувак, который мажется нутеллой. Вот пример неизлечимо больного пациента, которого ничему не научили 4 выпуска этого шоу. Зовут его Саша Шишкарь. Привет. Слышь, малой, восклицательный знак запятая. Ты какого хера свое рыло на Антона раскрываешь? За Антона порвут и гаматрит конченый. Он не стебется. Он ставил плюсики под всеми комментариями, где меня чмырили. И в чем же прикол? Эта собака залайкала абсолютно все мои ролики. Предыдущие, в том числе и даунов Ютуба. То есть он смотрел на этих идиотов и не видел в них отражения себя самого. Если вы смотрите это шоу и такие... Ха, вот же биомусор. Я-то точно не буду таким. Возможно, ты еще хуже. Короче, почти 4 месяца торчу вам видос. Поэтому для следующего запрошу не так уж и много. Всего лишь 100 тысяч. Нет, я не охуел. Я прочел 15 тысяч комментариев наподобие этого. По-моему, ты совсем и тот умри. В общем, такой тупой, что как не стыдно пред мамой. И тут я подумал, что 100 тысяч это даже как-то мало. А-а-а, ты ж хохол, я все понял. У вас там все токи? Тогда я понял. Разумеется, комментарии я взял из-под этого видео. Вы знаете, за все время, чего только я не видел. Меня хотели убить малолетние мартышки, у которых не пошла GTA 5. Мне писали 65-летние православные бабульки, что они желают мне смерти. После ролика про армейку мне писали всякие обрыганы в погонах, что они бы мою бошку полоскали бы в сортире. Мне казалось, что я видел все. И мне казалось, что я готов ко всему. Но не к тому, что было под этим роликом. Говорю без стеба, чисто по-человечески. На вторые сутки туда уже было нельзя заходить. Там было все очень плохо. Ты сука охуевшая, ты блядь. Это мой самый охуенный я. Господи, какой же пиздец в комментариях. На что ты кинул меня в такие муки? Мутерменьший быдло этого замечательного ресурса, в моем понимании, малолетняя, необразованная, зачастую квадратноголовая, упрямая чмо. Какой же даун Антон нормальный. Запятые. Запятые очень подлая штука. Хотел защитить, а в итоге... Запятые, они как женщины. С ними сложно, но без них невозможно. Золотой фон, цитат Алексея Шевцова. Мрази необразованные, как же я вас ненавижу. Дальше комментарий от девушки с прекрасным именем Ангелина. Ты, господи, очень красивый. Я в тебе похуже влюбилась. Не знаю, что произошло, но в последнее время я начал купаться в океане женского внимания. Если честно, его стало слишком много. Знаю, такое нельзя писать. Но у меня еще никого не было. Отдала бы все, чтобы ты был моим первым. Ты, Сакси, серьезно, очень классный. Ой, ты мой сладкий щеночек. Такая лапочка. Боже, ты моя любовь с первого взгляда. Как же я тебя обожаю. Люди спросят, в чем мой секрет. Все очень просто. Я спиздил эти комментарии у Ивангая, блять. Блять, я хочу так же. Я не хочу, чтобы мне писали православные бабки. Я хочу, чтобы мне писали маленькие девочки. Леш, привет. Хочу снимать видосы. С чего начать? Ты должен понять теорию. Ютуб циркулирует вокруг школьников. Есть школьник, и у него есть жопа. Есть ты, и у тебя есть язык. Так, улавливаешь суть. Чем глубже твой язык, тем лучше результат. Да, поначалу будет не нравиться. Да, будет противный вкус. Но позже ты втянешься. А еще позднее тебе будет это нравиться. Потому что тебе будет это приносить подписчикам. Подписчики будут идти рекой. Подписчиков будет очень много. Очень много. Ты сможешь ими брать и обмазываться. Ты будешь брать каждого подписчичка и мазаться им. Мазаться до тех пор, пока он не напишет. Отписывайся, раньше было лучше, ты теперь не торт. Помни, что у тебя нет права на ошибку. Ты снимешь 300 идеальных видео, которые будут всем нравиться. Ты снимешь одно, и он скажет, что раньше было лучше, ты уже не тот. Я завидую таким людям, которые пишут подобные комментарии. Понимаете, я с детства воспитывался в понятиях, что я никому не нужен. Что я сам по себе. И что без меня вселенная не будет останавливаться. Это же собака с каким-то космическим ЧСВ. И считает, что все, он царь этой вечеринки. И что без него ничего не будет происходить дальше. Да все похуй на тебе. Когда я лазил под комментами Ивангая, кстати, там такая жесть. Если следующие выпуски будет, то мы обязательно туда окунемся. Даже там будут реальности писать. Я отписываюсь. Ебать. Да ты один от него отпишешься, 20 тысяч подпишутся. Откуда у тебя столько уверенности в собственной важности? Так демонстративно ведут себя только женщины, чтобы привлечь к себе внимание. И либо дети, которые еще в силу своего возраста не понимают, что общество, оно жестоко друг другу. И всем друг на друга похуй. Мне лично все равно, потому что если он отписался, то он никогда моим зрителями не был. А отпускать то, что никогда твоим не было, не так уж и сложно. А следующий коммент я нашел вконтакте. Глядя на его дату, можно понять, сколько времени я потратил на поиск материала для видоса. Из всего сброда обсырателей и летсплееров, самый настоящий кусок говна, который просто выделяется на их фоне, это айтипедик. Даже бессмысленные ролики Ивангая с ржачим полезнее, чем его высоры. Обсырает просто все, всех и вся. И подает это так, будто его слова истинно верные. Отвратительно мерзкий, гонусавый голос, чей СВ на орбите. Вот это я понимаю критика. Мне плевать, что он там написал, я его нахуй увертел. Просто небольшой, вот это небольшой гайдик для тех, кто хочет кого-то обсырать в комментариях на ютубе. Обсрать надо так, но не так. Ты ебаный хуесос, пидор и Алёша, иди нахуй. Галочку я бы ему поставил за то, что ты единственный чувак, который хоть как-то пытался нормально раскритиковать. Респект. И можешь, иди нахуй. Ну и что за дауны ютуба, хотя бы без одного комментария от верующего. Кретин, кто тебя сделал, если не бог? Родители, что ли? Я редко прошу быть своих зрителей серьезными, но, ребята, сейчас такой случай, что ситуация такая, что не до шуток вовсе. Сейчас я на полном серьезе прошу убрать женщин, детей. Вы дебилы, я видел это видео полностью. Жалко поезд. Он кричал, мама, я люблю тебя, мама. Я не хочу делать бум. Это... Это... Грустно. Постойте, вы ждали чего-то эпичного? А вы к этому готовы? Ну тогда получайте. Субтитры сделал DimaTorzok